Приветствую вас, друзья! Еще в прошлом столетии во многих огородах росло красивое и полезное растение – табак или самосад. Из него делали самокрутки или сушили для дальнейшего использования в качестве отпугивания садовых вредителей. Потом интерес поугас, сигареты стали доступны в любом ларьке, а магазины завалили химическими средствами на любой вкус и кошелек. Но в последние годы все больше садоводов обратились к опыту своих дедушек и бабушек и возрождают культуру выращивания и использования табака в разных регионах страны. Во-первых, для людей, которые не могут или не хотят избавляться от курения, свой табак позволяет экономить и быть уверенным в качестве сырья. Во-вторых, табак декоративен, и многим он нравится в качестве зеленого цветущего украшения сада, который потом можно использовать в качестве эффективного экологического инсектицида. Давайте рассмотрим особенности выращивания табака на дачном участке. Табак относится к семейству посленовых, точно так же, как и картофель, помидоры, петуни и так далее. В России из-за низкой морозоустойчивости табак выращивается как однолетняя культура. Каждый сорт табака может значительно отличаться формой листьев, стеблей, цветами и, конечно же, запахом и вкусом. В наших широтах успешно выращивают около 40 сортов табака. В условиях средней полосы хорошо показали себя сорта. Вирджиния, Гавана, Американ, Дюбек, турецкие сорта, Берли, черно-индийский и тернопольские сорта. При посадке стоит помнить, что семена табака очень маленькие, как пыль. Один миллион семян весит всего 80 грамм, а засадить ими можно большое фермерское поле. Итак, что вам нужно? Во-первых, нужно поинтересоваться, какой из сортов подойдет для вашего региона. Так как не каждый сорт можно вырастить в той или иной местности. Это зависит и от сроков созревания сорта табака, и от климата вашего места проживания. Очень хорошо, если у вас лето жаркое, табак растение теплолюбивое. Закупаем семена. На просторах интернета это несложно сделать. Посев табака на рассаду производится в конце февраля или начале марта. Посевной материал нужно предварительно подержать сутки во влажной салфетке до набухания, добавив в воду для замачивания ткани несколько капель винной кислоты или кристалликов калийной селитры. Эта мера ускорит появление всходов на неделю. После набухания семена промывают, просушивают, кладут на влажную ткань в эмалированную или керамическую емкость и помещают на проращивание в теплое место, все время поддерживая ткань во влажном состоянии. На третий-четвертый день на семенах появляются маленькие проростки. Когда прорастет две трети семян, их подсушивают. Осторожно смешиваются беззараженным сухим песком и сеют по поверхности хорошо увлажненного грунта из трех частей перегноя и одной части песка. Сверху присыпают слоем этого же субстрата. Толщина покрывающего слоя для махорки должна быть 3-5, а для табака 7-8 мм. Семена желательно сеять в отдельные емкости. Стаканчики, торфяные горшочки или кассеты. Поскольку табак, как и другие посленовые культуры, не любит пересадки, а значит и пикировки. После посева поверхность поливают через густое ситечко, чтобы не размыть покрывающий слой субстрата. Затем посевы накрывают пленкой и помещают в светлое место, куда не попадают прямые солнечные лучи. Емкость с посевами держат при температуре 23-28 градусов. Уход состоит из почти ежедневных скудных поливов и обязательного двухразового проветривания. Когда у проклюнувшихся сеянцев разовьется первая пара настоящих листочков, температуру понижают до 20 градусов, а расход воды при поливе увеличивают. В стадии развития 3-4 листьев, если вы осуществляли посадку в ящик или контейнер, рассаду пикируют в большую емкость. В дальнейшем подсеянцы 2-3 раза подсыпают плодородную землю. Подкармливают рассаду табака раствором из 30 г аммиачной селитры и 20 г сернокислого или хлористого калия, разведенных в 10 литрах воды. Из органических удобрений лучше использовать раствор куриного помета. 1 кг удобрения заливают ведром воды, дают побродить 10-12 дней, время от времени помешивая, после чего процеживают настой и добавляют к нему 4-5 объемов воды. К высадке в открытый грунт рассада будет готова в возрасте 40-45 дней, когда сеянцы достигнут в высоту 14-16 см. Обзаведутся 5-6 настоящими листьями, стебель у них станет толщиной 3-5 мм, а корневая система достаточно разовьется. Однако за 7-10 дней до посадки сеянцы необходимо подвергнуть закаливанию. Для этого их нужно ежедневно выносить на некоторое время на открытый воздух, постепенно увеличивая продолжительность сеансов. За 2-3 дня до высадки полив рассады прекращают, а за 2-3 часа до посадки осуществляют обильное увлажнение сеянцев. Высаживать сеянцы на грядку можно, когда минуют возвратные заморозки, а почва прогреется до 10 градусов на глубине 10 см. Обычно необходимые условия складываются в период с 20 апреля по 25 мая. Участок для табака должен быть солнечным, а грунт на нем легким и воздухопроницаемым. Предварительно нужно внести в почву под перекопку золу или коровяк. В лунке, расположенной на расстоянии 50 см одна от другой, перед посадкой нужно вылить по пол-литра воды. Когда вода впитается, сделайте в лунке колышком углубление, поместите в него сеянец и присыпьте его корни сначала влажным грунтом, а сверху сухой землей, чтобы влага из почвы не так быстро испарялась. Выращивание курительного табака процесс несложный, но определенные тонкости в нем есть. Уход за табаком заключается в регулярных поливах, рыхлении грунта вокруг кустов, удалении сорняков и своевременных подкормках, которых в идеале должно быть не менее трех. Первый раз табак подкармливают через несколько дней после высадки рассады в грунт. Затем через 2-3 недели должна следовать вторая подкормка, а через 2-3 недели после второй – третья. В качестве удобрения используют раствор куриного помета или раствор комплексного минерального удобрения, приготовленного по инструкции. Для получения более качественного курительного табака кусты следует вершковать, то есть выламывать у них примерно половину цветочных стрелок. После этой процедуры табак начнет активно формировать пасынки, которые тоже нужно удалять. Курительный табак на даче выращивается в среднем от 15 до 17 недель. Когда листья табака перестают расти, начинают их уборку. В это время листья достигают наибольшей плотности. Спелые листья табака отличаются более светлой окраской. Уборку производят по вечерам, начиная с нижних и самых крупных листьев. Потом, когда дозреют средние листья, снимают и их. Собранные листья подвергают сушке, выдерживая в темном, хорошо проветриваемом помещении при температуре 25-30 градусов. В процессе сушки происходит ферментация табака. Многие ферментируют уже высушенный табак в электрической духовке при температуре 50 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok